Здравствуйте! С новостями города Латкарина. Сегодня познакомлю вас я, Ольга Белозерцева, в этом выпуске. Встреча главы города с обеспокоенными жителями дома 14 по улице Советская. Ремонтные работы в детском музыкальной школе. В парке выбрано место для скульптурной композиции Адаму и Еве. Новости спорта и многое другое. Горячая дискуссия развернулась при выборе места для установки скульптурной композиции Адама и Евы. Подробности в нашем следующем сюжете. Далеко не всегда задача замка запирать дверь. Очень часто замки покупаются для того, чтобы скрепить чувства, закрыть их и повесить в символическое место, предварительно украсив трогательной надписью с именами влюбленных. Ключ от такого символа любви выбрасывают, зачастую в воду, чтобы найти было невозможно. Специально для латкаринских молодоженов в парке Дворца культуры «Мир» администрация города установит в ближайшее время скульптурную группу, на которой влюбленные смогут повесить свой замок любви. Выбор места объясняется тем, что после благоустройства сквера у латкаринских молодоженов появилась традиция посещать в день свадьбы ротонду, по периметру которой уже можно наблюдать навесные свадебные замки. В России скопление замков любви можно найти во многих городах. Например, в Москве это Патриарший мост напротив Храма Христа Спасителя. Мост был открыт в 2004 году и быстро стал популярным у молодоженов. Сейчас мост полон замков, которые уже стали достопримечательностью сами по себе. Исторические корни этого обряда уходят в древность, но в 20 веке обычай обрел второе дыхание. Сначала о замках вспомнили во Флоренции. Влюбленные приходили к памятнику скульптору Бенвенут Тачлини на мосту Понте-Веккио и вешали свои замки прямо на памятник. Ключи от них выбрасывали в реку Орно, протекающую под мостом. Ежегодно с этого флорентийского моста снимают до 400 килограмм металла. И даже официальный запрет на вешание замков и штраф в 50 евро не пугают влюбленных. Поначалу замки приковывали к фонарному столбу на Мульвевом мосту. Однако под их тяжестью в апреле 2007 года столб обрушился. Конструкция, символизирующая вечную любовь латкаринских молодоженов, изготовлена с расчетом на нагрузку. Каменные Адам и Ева рядом с металлическим деревом, по мнению горожан, должны стать достойным украшением парка. Скульптурная группа уже изготовлена, остается лишь выбрать подходящее место. Сама по себе вот эта композиция хороша, и эта хороша. И они вместе друг друга, они как бы сливаются, не выигрывают от этого. А так это будет выделяться. Там влюбленных она влюблена. И этот вот, понимаете, его объекты красивых. Здесь за образом теряются, нет? Теряются, теряются здесь. И потом вот вопрос шлифовки. Вы знаете, выглядит как гипсокартон какой-то дешевый. Нужно пошлифовать их немножко. Не нужно. Почему? Ну, понимаете, это авторская работа, да? То есть это дело как бы... То есть это задумки так? Это дело с утром, конечно. Понимаете, у нас народу все, чтобы все блестело, да? Чтобы золото было, все там покрашено. Это идея такая. Вот сердечко, его отполировали. То есть если их сейчас сделать полированные, они вообще потеряются. Их нельзя полировать в никакой институте. При выборе места горожане убедили главу города установить композицию не на самой ротонде, а в непосредственной близости от нее. Так как подобные изменения требуют подготовить специальную площадку, работы по монтажу переносятся на неопределенный срок, по заверению рабочих, незначительный. А значит, в ближайшее время наш город украсит скульптурную группу, которая прекрасно подойдет для исполнения свадебной традиции вешать замок и выбрасывать ключи, запирая таким образом сердца ради вечной любви. Алексей Пешков, Антон Шаманин, телеканал «Откарин». Что без дела сидеть на родительской шее? Иждивение прекращай! Работать идти смелее! Хороший оклад плюс чай! Пока ученики детской музыкальной школы отдыхают на каникулах, в этом образовательном учреждении проводятся ремонтные работы небывалого масштаба. Детская музыкальная школа, единственная в городе и уникальная в своем роде, наконец, увидела долгожданный ремонт. Это образовательное учреждение, давшее музыкальное образование многим поколениям латкаринских детей, было открыто в 1976 году и с тех самых пор не видела основательного ремонта. Но в этом году лед, наконец, тронулся. Из городского бюджета непосредственно на сам ремонт было выделено 4 миллиона 200 тысяч рублей и миллион 200 на покупку рояля. Прежде все ремонтные работы проводились на собственные средства детской музыкальной школы. Ну, вы знаете, для нас этот ремонт, безусловно, он вообще считается текущим, но для нас он капитальный, потому что мы получили это здание в 1976 году. И ни разу за это время мы не делали ремонт такого уровня. То есть у нас были какие-то небольшие средства, опять же, нам их не выделяли, мы их заработали сами за счет платных образовательных услуг. И были небольшие ремонты проведены вот в зале, в концертном, в малом зале, мы полностью его за свой счет сделали. И, так сказать, небольшие ремонты в коридорах. А все, что касается кабинетов, холла, двери, инструментов, все это стоит с тех пор, как мы въехали, то есть с 1976 года. Это ни много, ни мало, 36 лет. Поэтому мы, безусловно, счастливы, что нам выделили такие средства, и что мы, наконец-то, увидим школу в том виде, в котором она должна радовать наших учащихся и наших зрителей. За прошедшие летние месяцы был проделан основательный фронт работ. Но многое еще только предстоит сделать. Несмотря на это, уже сегодня можно наблюдать результат. Детская музыкальная школа преобразилась настолько, что ее буквально не узнать. Были все штукатурены заново. Была положена плитка на пол, потому что тот линолеум, который, так сказать, здесь был до этого, он абсолютно не отвечал никаким стандартным образовательным учреждениям. Потом, значит, заменены полностью двери во всех кабинетах. Все кабинеты тоже самое. Стены штукатурены, отремонтированы, потолки сделаны, положен линолеум на пол. Всевозможные лестничные пролеты отремонтированы. Кроме того, эта часть ремонта, которую вы видите сейчас, оставшаяся часть, это будут заменены все окна. Поскольку деньги все-таки у нас и областные, и городские, вот то, что произведено сейчас, все, что вы видите, это все за счет местного бюджета. А вот еще полтора миллиона нам выделяют на то, чтобы мы привели в порядок окна и доделали концертный зал. Потому что тут не предусмотрена, к сожалению, вентиляция, и мы хотим сделать такие механизмы, которые позволяли нам открывать окна. А начиналось все с малого. К юбилею, который детская музыкальная школа отметила в этом году, в концертном зале заменили кресло. Во время праздничного концерта глава города поздравляет образовательное учреждение с 55-летием, пообещал выделить средства на ремонт и подарить белый рояль. К кресло мы тоже приобрели, так сказать, вы понимаете, что сейчас все проходит, так сказать, аукцион проводится, да, и кресло мы поменяли тоже недавно, тоже нам выделил эти деньги наш бюджет. То есть хочу сказать огромнейшее спасибо главе нашего города Евгеньевичу Серегину, который, собственно, и сделал все это для нас, вместе с нашим депутатским доблестным корпусом, который возглавляет Василий Васильевич Зирябин, которые поняли наши проблемы, пошли нам навстречу, потому что, вот я уже сказала, что ремонт производится впервые, а ведь наша детская музыкальная школа это старейшее учреждение города. И в 2001 году, когда я пришла сюда, меня назначили на эту должность, я, конечно же, была, так сказать, еще наивным руководителем и думала, что вот сейчас я пойду, потребую, мне все предоставят, начну я с материально-технической базы, но сколько я писала писем, сколько я вообще обращалась к тогдашним руководителям нашего города, ну, одни обещания, а дела не было никакого абсолютно. И вот впервые мы имеем то, что мы сейчас имеем. Детская музыкальная школа дождалась не только ремонта, но и получила свой обещанный белый рояль. Уже сегодня он находится в концертном зале и дожидается своего звездного часа. Хочу сказать огромнейшее спасибо за совершенно потрясающий инструмент, который мы приобрели. Это немецкий инструмент марки Бекштейн, очень хороший, белый рояль, который будет радовать наших зрителей и радует уже нас. Мы уже все поиграли на нем, потому что фортепиано наделся самый многочисленный в школе, и мы очень давно мечтали о том, чтобы появился хороший инструмент в нашем концертном зале. Ну, наконец-то он у нас стоит. Опять же, это был аукцион, очень много волнений, так сказать, испытали, потому что, в общем-то, кот в мешке, прибывает вот в ящике в закрытом. Но надеялись, что аналогов нет, и, собственно, так и получилось, поэтому все сложилось удачно, слава Богу. Проводимый в школе ремонт – очень значимое и важное событие в жизни этого образовательного учреждения. И даже тот факт, что работа не успевает закончить в установленный срок, то есть к первому сентября, не может омрачить все происходящее. Я так думаю, что, к сожалению, нам не удастся завершить работы к началу учебного года, опять же, потому что это аукцион. Понимаете, мы вот связаны, к сожалению, вот этими рамками, и мы должны сейчас, вот деньги поступили, мы должны провести сначала аукцион, а потом уже, так сказать, провести вот эти вот работы. Но я думаю, что немножечко мы вот осенью, как бы, придется нам работать не в очень таких вот комфортных условиях, но потерпим, ничего страшного. Мы 36 лет ждали этого. Ольга Белозерцева, Антон Шаманин, телеканал «Латкари». Официальный сайт администрации города Латкарина 3w.latkarina.com Новости города Латкарина ежедневно и достоверно. Все самое новое и интересное. Афиши, анонсы, фотоотчеты, видеосюжеты, официальные документы и самые свежие городские новости. Хотите узнать первым? Заходите на сайт 3w.latkarina.com Глава города пообщался с недовольными жителями дома номер 14 по улице Советская. Чем обеспокоены эти горожане, вы узнаете из нашего следующего сюжета. Делегация сотрудников администрации, возглавляемая главой города Евгением Серегиным, оказалась здесь не случайно. Представители власти прибыли во двор этого дома в народе называемого «Китайская стена», осуществляя контроль проводимых в городе работ по благоустройству. В ближайшее время эта внутридворовая территория преобразится до неузнаваемости. Полностью будет заменено асфальтовое покрытие. Проложат тротуары, появится новая детская площадка. Но предметом откровенного разговора между жителями дома и главой города оказалось вовсе не благоустройство. Жильцы выступили с многочисленными жалобами на работу управляющей компанией ООО «Желкомхоз», которая обслуживает их дом. В втором подъезде стоит болото. И обращались уже сто раз. В том числе и к представителям ЖКХ по городу ответственности. «Куда?» «Туда-то не надо, там все стоит в воде, подойдите там». «Я удивляюсь, что там еще фундамент цел от такой жительства». «Крысы бегают пешком у нас. Невозможно крысы бегают. Страшно подходить к подъезду». Проблемы с канализацией, несвоевременная уборка мусора, удручающее состояние подъездов, отсутствие пандусов для детских колясок. На эти и другие претензии к управляющей компании ответ главы был лаконичным. «Поменяйте компанию. У меня власть есть только прийти, его проверить, опять-таки подать в суд, когда суд рассмотрит. В судах можно годами ходить. А другая власть – это вы, владельцы. Собрали сход. 200 там, сколько у нас тут квартир в этом доме? 300, наверное, да? 300, наверное, да? Собрали, пробежали, там 50 процентов нужно. Подписали, поменяли». Особая боль жильцов дома – вот эта часть двора. Детский сад, находящийся по соседству, при установке нового ограждения лишился части своей территории. Таким образом, двор дома номер 14 несколько увеличился в размерах, но от этого не выиграл. Остатки старого забора, окружавшего в свое время детский сад и два ветхих здания вид имеют устрашающий и производят далеко не лучшее визуальное впечатление. Зазор, образовавшийся по той же причине между садиком и забором АТС, вовсе стал постоянным прибежищем алкоголиков и бомжей. По словам жильцов, эта территория все время загрязнена и практически не убирается. «Я вам сказал, ты у нас начальник сейчас теперь административный общечный назор. Вот я тебя назначаю. Входите вот здесь вот вместе с тобой и пишите штрафы каждый день всем за этот вот хлам, который здесь творится. Вот этому, значит, деятелю напишут предписание за моей подпись у личного дома. Он ведет порядок, значит, я обращусь в другие инстанции. Срок ему вот 10 дней». Кроме того, глава пообещал жителям дома, что в ближайшее время здесь появится детская футбольная площадка. «Масло, значит, вот здесь мы договорились детскую площадку. Да, мини-футбольное поле с откосом. При благоустройстве дворовой территории будут учтены замечания и просьбы жителей. Тротуары будут отгорожены высокими бордюрами, чтобы автомобили не могли на них парковаться. Ступени будут оборудованы поручнями. Пешеходную дорожку проложат также, учитывая пожелания жильцов дома номер 14. Ольга Белозерцева, Антон Шаманин, Александр Тестов, телеканал «Эткари». Продаются дома из-за цилиндрованного бревна разной планировки площадью от 125 до 200 квадратных метров в Ступенском районе, деревне Большое Скрябино, Оксиненский сельский округ. Категория земли и землепоселений для ведения личного подсобного хозяйства с возможностью прописки. Участки по 12 соток, на участке электричества скважина охрана. Круглогодичный подъезд ведется строительство газопровода до Московского Большого Кольца 6 километров. Возможно строительство по проекту заказчика и продаже незастроенных участков. 7 августа в Латкаринской администрации прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Шесть основных пунктов повестки дня включили такие вопросы, как неотложные противопожарные меры по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Латкарина, обеспечение безопасности населения, профилактика заболеваний корью и многое другое. Первое, что подчеркнул глава города, неудовлетворительная работа с населением в области пожарной профилактики. На информационных счетах в Латкарине отсутствует наглядная агитация, а большинство причин вызова пожарных подгорание пищи и возгорание мусора. Буквально на днях 2 августа на улице Первомайской в жилом доме номер 10 произошел пожар. Взрыва в газифицированном доме удалось избежать чудом. Бабушка картошку поставила, бабушка собачка гуляет, кастрюля взлетела, все загорелось, и мы бегаем и курируем в четвертую этажу. Это один пример. Не дай бог вот эта вот действительно труба, кто-нибудь стоял, курил бы там, с газовой вот этой свечкой, горелкой, Дмитрий Игоревич, я просто, я просто поражаюсь. На стенке, на стенке висит, написано «ГАЗ». Впрочем, на встрече отметили, что в целом пожарная обстановка на территории нашего города оценивается как благоприятная, а в лесных массивах Латкарина не зарегистрировано ни одного возгорания. Возможно, отчасти этот результат достигнут благодаря тому, что все несанкционированные въезды в лес перекрыты. Тем не менее, обстановка с мусором, оставляемым в Латкаринских лесах отдыхающими, по-прежнему остается удручающей. Совсем недавно прошли лесные субботники, а на месте чистых полян и дорожек снова появляются помойки. Особая тема – безопасность людей на водных объектах. Каждый год Латкаринский карьер посещает огромное количество отдыхающих. По периметру водоема размещены специальные вышки, на которых дежурят до 15 спасателей одновременно. Также работает лодочный патруль. Как отметил главный врач Латкаринской больницы Евгений Грещенков, эти меры принесли ощутимые плоды. С начала купального сезона зарегистрировано всего 8 случаев травм на воде, в то время как в прошлом году отмечено 24 подобных случая. Один человек утонул. Также главврач подчеркнул, что в настоящее время в Московской области возросло количество заболеваний корью. И несмотря на то, что в нашем городе с 2006 года не было зарегистрировано ни одного подобного случая, риск распространения кори в Латкарине остается высоким. Заболевания привозят трудовые мигранты из Средней Азии. Необходим строгий мониторинг вакцинации людей этой категории, подчеркнул Евгений Грещенков. В ходе заседания комиссии были озвучены и сведения о своевременности подготовки образовательных учреждений к новому учебному году. В конце июня работала комиссия по приемке образовательных учреждений. Отметила хорошую готовность и все учреждения признаны готовыми к новому учебному году. Акты подписаны во всех учреждениях, в том числе и органами пожнодзора. В рамках обеспечения пожарной безопасности у нас проведен ряд мероприятий на общую сумму практически полтора миллиона рублей. Это произведено во всех образовательных учреждениях перезарядами утушителей, либо приобретены новые. В финале встречи глава города поручил руководителям организации подразделений обеспечить безопасность населения при проведении праздника День города Латкарина 15 сентября. Марина Лопаткина, Александр Тестов, телеканал Латкари. В минувшую субботу на летней эстраде в сквере Декамир прошел концерт уже полюбившейся горожан музыкальной группы «Фортуна». В течение двух часов латкаринцы наслаждались эстрадными песнями советских лет. Расскажет Марина Лопаткина. Поворот, мечты сбываются, до чего я не везучий, блюз Шанхай, дороги наши разошлись. Старые добрые хиты звучали со сцены летней эстрады 4 августа. Михаил Помыткин, Михаил Коркин, Павел Симонов и Елена Новикова. А все вместе легендарная латкаринская группа «Фортуна». Снова встретились с поклонниками своего творчества. Да чего ж я не везучий, да чего ж я не везучий, так хотел тебя увидеть, и опять не повезло, чем себя напросто мучить. Я влюблюсь другую лучше, вот увидишь, вот увидишь, я влюблюсь, и теперь назло. Зрители набралось немало. Среди них оказались как люди старшего поколения, так и молодежь. Для них музыканты подготовили особую программу, которая не повторила ни одной песни с предыдущего июньского концерта «Фортуны». Настоящая живая музыка, отличная погода и веселая компания. Что еще нужно для хорошего настроения в выходной день? Неудивительно, что отпустить участников ансамбля со сцены зрители согласились лишь после обещания скорой встречи с любимыми музыкантами. Марина Лопаткина, Александр Тестов, телеканал «Откари». Рубрику «Футбольное обозрение» с Кириллом Петровым представляет научно-исследовательский центр Центрального института авиационного моторостроения имени Баранова. Как и во всех футбольных чемпионатах, наряду с самим первенством в Латкарине проводится розыгрыш Кубка города. Первыми, кто вышли на поле бороться за трофей, стали команды «Арсенал» и «Ниццам». В чемпионате борьба завершилась миром, но здесь ничьей быть не могло. В матч вмешалась плохая погода, которая не позволяла игрокам обеих команд показывать комбинационный футбол. Мяч все время норовил ускользнуть из-под ног футболистов, что приводило к многочисленным стыкам, которые могли закончиться серьезными травмами. Но, несмотря на все вышеперечисленные обстоятельства, команды сумели размочить счет в матче. Первыми это сделали игроки «Арсенала», а вторым гола стал Александр Старостенко. В первые 40 минутки отыграться команде «Ниццам» не удалось. А вот после перерыва цамовские футболисты все-таки смогли найти путь к заветной цели, причем сделали это дважды. В итоге команда «Арсенал» закончила свое шествие к кубку в первом же матче. К выборшим из кубка присоединилась команда «Набережная», которую пропустила дальше «Титан». Матч начался без раскачки. Один из первых ударов створ мог завершиться голым, но перекладина сыграла на руку Алексею Сорокину, голкиперу команды «Набережная». Хороший шанс открыть счет упустил Игорь Голоденков, пробивший выше ворот из выгодной позиции. В первом тайме команда «Набережная» заполнилась лишь одним ударом в исполнении Андрея Дегаева. Вторая половина встречи принесла больше дивидендов игрокам «Титана». Подачу с углового замкнул Дмитрий Демидов. Поняв, что если ничего не поменять в игре и матч может быть проигран, игроки «Набережной» перешли от обороны к атаке. Ударов стало гораздо больше. Некоторые из них заставили Александра Баскакова проявить ловкость и реакцию. Все чаще подключаясь к атаке, защитники «Набережной» не успевали вернуться на свои позиции, вследствие чего «Титан» сумел увеличить преимущество, доведя счет до отметки 3-0. Авторами забитых мячей стали Дмитрий Кольцов и Игорь Голденьков. Из опасных моментов около ворот «Титана» отметим выход 1 на 1 с Александром Баскаковым. С каждым шагом к финалу кубку цена ошибки приближалась к разряду «Роковой». Это наглядно продемонстрировали команды в полуфинальных встречах, первая из которых стала более щедра на голы. Ниццам, впервые добравшийся до полуфинала, сошелся на поле, можно сказать, забывалым финалистом Кубка города с командой «Кристалл». Новичку было очень трудно сопротивляться фавориту матча. Оборонительная тактика команды Ниццам стала правильным выбором против атакующего порыва кристалловских футболистов. Правда, опасных моментов от этого не стало меньше, но со всеми удалось справляться Антону Адаеву, стражу ворот Ниццама. К тому же сам каркас ворот не раз выручал голкипера. В итоге распечатать ворота соперника «Кристаллу» в первом тайме не удалось. Смена ворот как будто подменила игроков цамовской команды. Сошли на нет концентрации с желанием биться до конца. На замену им пришли невынужденные ошибки, которые стали причиной пропущенных мячей. За первые 15 минут второго тайма игроки «Кристалла» сумели трижды огорчить голкипера соперников. Два мяча на свой счет записал Артем Павлов. Аргументов о атаке Ниццама не нашлось, а дальние удары не были настолько хороши по силе и точности, чтобы с ними не справился воротар. «Кристалл» не стал останавливаться на достигнутом, увеличив счет до разгромного, а вместе с тем и до популярно-песенного. Второй полуфинал, где встречались команды «Альянс» и «Титан», стал игрой двух воротарей, но победителем вышел только один. Начало матча ознаменовалось хорошими атаками в исполнении Виктора Ковшукова, полузащитника «Альянса». Но во всех трех моментах мяч так и не залетел в сетку. Более рослая команда «Титан» предпочитала создавать голевые моменты со стандартных положений. Но и в этих случаях счет не был открыт. Во втором тайме команды не прекратили снабжать болельщиков зрелищными моментами, один из которых мог привести, если не к победе, так минимум к голу в ворота «Альянса». Но на пути мяча встал Дмитрий Старостин, открывший в себе новое амплуа – воротарь. Последовала ответная атака, на острие которой вновь был Виктор Ковшуков, но Александр Сидоров, защитник «Титана», принял удар на себя. Более опасных моментов игрокам обеих команд создать не удалось. Игровое время не выявило победителя. Команды перешли к пробитию серии пенальти. Право бить первым досталось «Титану», но ни в первой, ни во второй и даже ни в третьей попытке игроки пробить Дмитрия Старостину так и не смогли. Закрепить успех воротаря помогли его партнеры по команде. Александр Баскаков как ни старался, но отыграть такое преимущество в одиночку был не в силах. В итоге серия пенальти выявила второго финалиста Кубка Латкарина. Им стала команда «Альянс». Кирилл Петров, Александр Тестов, телеканал «Латкари». На этом у нас все. Познакомиться со всеми нашими выпусками, оставить свои комментарии и пожелания вы можете на сайте www.latkari.ru. Смотрите нас на телеканале «Подмосковье» каждую среду в 20.00 и каждую субботу в 14.00. В студии была Ольга Белозерцева. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!